Словно Эфелева башня над Парижем, над домами безымянки и парком металлургов возвысится Стелла город трудовой доблести. Подобные памятные объекты возводят во всех городах, что удостоились высокого звания. Это дань уважения предкам, которые в годы Великой Отечественной войны на износ работали в тылу. Место установки Стеллы выбрали не случайно. Это аллея трудовой славы. Именно она, по мнению многих жителей и ветеранов, олицетворяет собой тот вклад, который запасная столица внесла в Великую Победу. Ведь именно здесь, в Куйбышеве, на рабочей безымянке, куда в годы войны эвакуировали многие предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, ковалось оружие Победы. Пока на месте будущей Стеллы памятный камень, а уже рядом развернулась стройка. За металлическим ограждением кипит работа. Готовят фундамент. Стелла будет масштабной – 26 метров в высоту. Это сравнимо с величиной девятиэтажного дома. Поэтому и основание должно быть надежным. Все работы под контролем руководства городского департамента градостроительства. Подрядчики выдерживают установленный график. На сегодняшний день никаких сложностей нет. В кратчайший период администрация города разработала проект данной Стеллы. Прошли государственную экспертизу этого проекта. Сегодня подрядчиками закуплены все необходимые материалы. Субподрядчики, которые у нас задействованы на исполнение барельефов и тех пилонов, которые будут вокруг этой Стеллы установлены, в активной фазе в мастерских выполняют эти работы. По проекту на аллее появится целый архитектурный комплекс, вертикальный обелиск из металла и стекла, а также 10 пилонов с гравировкой о памятных датах и основных событиях военного времени. Завершить все работы, включая благоустройство территории, планируют до 7 ноября. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.